Ведь сегодня в Армении пошло уникальное направление, когда ваши политики, политики довольно весомого толка, которые имеют большое влияние, говорят еще об одной вещи. У нас же есть союзное государство, Россия и Белоруссия. Говорят, не хватает нам третьего государства. Угадайте, какого? Армении. Конечно, это для нас было бы очень важно. Если бы Армения в состав этого союзного государства вошла, все намного проще было бы. И политические вещи, и экономические, я в этом абсолютно уверен. И мне кажется, так оно и будет. Мы не сможем друг от друга существовать отдельно. Ну, было время. Наверное, вы его не помните, Зарин. Зара, вы тогда еще были дитя. А когда мы разъединялись, когда шел парад суверенитетов и думали, что это здорово будет. Вот я отделился, я самостоятельный, и я буду хорошо жить. Вы видите, к чему это все привело? Поэтому, мне кажется, вот этот период разъединения, который начался в конце XX века, в начале XXI должен смениться другой тенденцией, должен привести к объединению. И вот к этому все идет. А вы посмотрите, вот нашим этим экономическим Еврозес-Союзом интересуются ведь не только страны бывшего постсоветского пространства. Интересуются уникальные страны. Интересуется и Индия, Пакистан, ну и так далее, и Китай. Поэтому, я думаю, что вот этих интеграционных объединениях, наверное, залог хорошего будущего любой страны, которая входит в эти объединения. Да не только входящие объединения. Только вместе мы сможем преодолеть какие-то негативные тенденции. Разъединение ничего хорошего не дало и никогда не даст. Александр Владимирович, спасибо Вам большое за интересное интервью. И Вам большое спасибо. Поверьте, что приглашение на это интервью для меня, ну это, во-первых, было мое первое интервью. Я надеюсь, видите, сразу Вас ангажирую, что это не последнее. Ну я, да, я уверен, что у нас с Вами еще будет много тем для разговора. Я знал, я изучал работу вашего медиахолдинга. Ну это естественно, да? Ведь не дают покоя мои прокурорские корни знать положение вещей. Я вижу, какую Вы активную позицию занимаетесь, именно позитивную позицию. Не на разрушение Вы работаете, а на созидание, на консолидацию. Поэтому я очень благодарен Вам за приглашение. И с удовольствием будем работать. Спасибо Вам за такую высокую оценку нашей деятельности. Удачи Вам. Спасибо. Спасибо.